Азербайджан требует от Армении гарантии неповторения провокации на Лачинской дороге. Об этом заявил глава МИД Джейхун Байрама в ходе встречи с главой представительства Международного комитета Красного Креста в Азербайджане Джаганны Кожич. Вооруженный мятеж в России в Кремле опровергли информацию о том, что Владимир Путин покинул Москву. На фоне событий в России рубль резко подешевел. Иностранные дипломаты, находящиеся в Лачине, проинформированы о последних провокациях Армении, в результате которых был ранен один из азербайджанских военнослужащих. Дальнейшее укрепление азербайджанской армии остается в приоритете у государства. Закупка новых вооружений и боевая подготовка личного состава уже превратили вооруженные силы Азербайджана в сильнейшую армию в регионе, убеждены эксперты. Учреждена стипендия имени Гейдара Алиева. Соответствующее распоряжение подписал сегодня президент Ильхам Алиев. Стипендия учреждена для 100 студентов с высокими показателями в учебе, обучающихся в очном отделении на уровне бакалавриата базового, высшего и базового медицинского образования вузов Азербайджана. Стипендия имени Гейдара Алиева будет выплачиваться единовременно Министерством науки и образования за счет средств государственного бюджета страны в размере 3000 монатов. Позиции Азербайджанской армии вновь подверглись обстрелу. Сегодня утром вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Ведийского района, несколько раз обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Нахчеванской автономной республики. Подразделения Азербайджанской армии предприняли ответные меры, сообщили в Министерстве обороны страны. Состоялся телефонный разговор президента в Турции и России Раджаба Тайба Эрдугана и Владимиру Путина. Президент России проинформировал турецкого лидера о ситуации, сложившейся в стране на фоне попытки вооруженного мятежа. Турецкий лидер заявил о полной поддержке шагов российского руководства. Тем временем жители Ростова-на-Дону предупредили о возможном проходе военной техники по улицам и призвали не выходить из дома в целях безопасности. Об этом в своем телеграм-канале написал глава администрации города Александр Лагвиненко. Людей призвали также исключить поездки в центральную часть Ростова и не оставлять детей без присмотра. Лагвиненко уточнил, что учреждения здравоохранения в городе работают в штатном режиме. Пациентам оказывают плановую медпомощь. Ранее он сообщал о том, что все системы жизнеобеспечения Ростова-на-Дону работают в штатном режиме. В городе не наблюдается дефицита продовольствия. Все автозаправочные комплексы обеспечены достаточным запасом топлива. Движение транспорта по центральной улице города возобновилось. К прежнему режиму работы вернулся и общественный транспорт. Оперативный штаб Липецкой области также просит жителей не покидать дома без острой необходимости и воздержаться от поездок на личном и общественном транспорте. Ситуация находится под контролем, но требует понимания со стороны каждого жителя региона, рассказали в оперштабе. Власти Белгородской области России усилят контроль за въездом на территорию региона. По понятным причинам, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что эта работа будет проводиться силами Министерства внутренних дел и Росгвардии. В случае необходимости будут привлечены силы Белгородской самообороны. Губернатор Воронежской области Александр Гусев опроверг сообщение о продвижении военной техники Воронежской области. Губернатор выразил уверенно, что воронежцы не поддадутся на провокации тех, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в России и регионе. Ну а в Саратовской области тем временем остановил работу Центр набора бойцов в частную военную компанию «Вагнер». Ну а все текущие ситуации в России расскажет директор Асанраудио Эмин Мусави, который в настоящее время находится в Москве. 24 июня, Центр Москвы. Всех приветствую, зрителей телеканала CBC. Какова атмосфера вообще в Москве? Что касается атмосферы и погоды, в прямом смысле слова, ну, чуть прохладнее, чем в Баку, но в целом очень даже комфортно. Что касается общей ситуации, то со вчерашнего вечера уже распространялась информация о том, что-то происходит в направлении Ростова, связанное с ЧВК «Вагнер». Наверное, некоторые воспринимали здесь это как слухи, фейковую информацию, но потом официальные источники подтвердили, что происходит достаточно серьезное событие, связанное с тем, как вы уже знаете, что ЧВК «Вагнер» находится в Ростове-на-Дону. И пригожно обвел о том, что он будет двигаться на Москву. Сейчас в целом в городе сказать, что, ну, по крайней мере, в центре Москвы, что ситуация какая-то очень сложная, чувствуется какое-то напряжение, ну, с первого взгляда нет. А с другой стороны, еще вечером и ночью была информация, ну, ближе к утру, наверное, информация о том, что тяжелая техника военная передвигалась по некоторым улицам Москвы. И об этом есть видео с какие-то кадры в социальных сетях и в интернете. Так что вот на эти часы, в эти минуты, в целом, можно сказать, что атмосфера не какая-то чрезвычайная в столице Российской Федерации. Специально для телеканала CBC-TV Эмин Мусави из города Москва. Латвийские власти прекращают выдачу россиянам всех типов виз. Об этом в Твиттер написал президент Балтийской Республики Эдгарс Риткевич. В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные или другие типы виз, говорится в тексте. Ринкевич также отметил, что введенные в сентябре 2022 года ограничения на пересечение границы для граждан России не изменятся. По его словам, Латвия, Литва и Эстония тесно координируют вопросы охраны границы с Россией и Белоруссией. При необходимости все три страны готовы принимать совместные решения, написал он. Евросоюз считает происходящее вокруг Евгения Пригожина и частной военной компании Вагнер события внутренним делом России. Об этом заявил журналистом представитель Еврокомиссии, добавив, что организация мониторит ситуацию. Между тем, президент Польши Анджей Дуда сообщил в своем твиттер-аккаунте, что обсудил ситуацию в России с премьер-министром, министром обороны и союзниками. События за пределами восточной границы Польши постоянно отслеживаются. Правительство Франции также заявило, что внимательно следит за ситуацией в России. Париж по-прежнему сосредоточен на поддержке Украины, говорится в заявлении Елисейского дворца. Тем временем Министерство иностранных дел Великобритании предупредило о риске беспорядков в России, обновив рекомендации путешественникам после действий ЧВК Вагнер. В администрации канцлера Германии Олафа Шольца заявили, что внимательно следят за ситуацией. Мационологичным заявлением выступили и министр иностранных дел Швеции, и президент Финляндии Саули Нинистя, назвав происходящее внутренним делом России. Продление Черноморской зерновой инициативы, подписанной между Россией и Украиной при посредничестве Турции ООН, находится под угрозой срыва. Ранее на встрече с военными корреспондентами президент России Владимир Путин допустил выход его страны из зернового соглашения. Потенциальный отказ Москвы от продления сделки примечателен на фоне смены кабинета министра в Турции. Зерновая сделка больше не представляет интерес для России. Именно так Владимир Путин охарактеризовал зерновое соглашение, подписанное между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции. По мнению главы российского государства, в рамках сделки не было сделано ничего для экспорта российского зерна. Якобы российской стороне было обещано, что ее зерно не будет подвергаться репрессиям и не будут чиниться препятствия для экспорта. Черноморская инициатива включала в себя такие условия для России, как фрахт, страхование, платежи, подключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Эксперты считают, что на фоне заявлений российского лидера о дальнейшем продлении зерновой сделки не может быть и речи. Россия, вероятно, откажется от правления зерновой сделки в июле 2023 года, потому что условия со стороны Украины ООН не выполняются. В частности, для России наиболее интересны условия по разрешению экспорта удобрений из России в страны Европы и другие. Разблокировка счетов Россельхозбанки и осуществление поставок АМИАКа из Тольятти в Одессу. Все эти условия пока не выполняются, соответственно, Россия не получает никаких преимуществ от выполнения этой сделки. Начало работы совместного координационного центра по безопасной транспортировке зерна из портов Украины закрепило за собой политическую и экономическую победу Турции. Анкара зарекомендовала себя как важного игрока на мировой арене, которая буквально стала единственным посредником между Москвой и Киевом. Тем не менее, как показывает практика, ни одни масштабные договоренности, затрагивающие сразу несколько сторон, не обходятся без разногласий. Так произошло и в случае с черноморской инициативой, которую в Москве считают наиболее выгодной именно турецкой стороне. Она наиболее выгодна сейчас турецкой стороне, но, как мы знаем, в Турции прошли выборы и президент, вероятно, использовал эти преимущества сделки именно в политических целях. Сейчас им уже не так актуально продолжать эту сделку и, скорее всего, Россия и Турция договорятся о прекращении этой сделки в ближайшее время. Турция и так за этот год получила достаточное преимущество за счет того, что она контролировала процесс осуществления вывоза зерна удобрений из Одессы через пролив Босфор. Между тем, пока в Украине продолжались ожесточенные бои, в Турции успели состояться президентские выборы, на которых решительную победу одержал Реджеп Таип Ардаган. Весь мир внимательно следил за процессом, от результатов которого в буквальном смысле зависел дальнейший ход глобальных событий, включая военные действия между Россией и Украиной. И если глава государства в Турции остался прежним, то кабинет министров существенно изменился. Повлияет ли смена Кабмина на посредническую роль Турции между Россией и Украиной? На мой взгляд, возможно выйти из зерновой сделки, это связано с переговорами по прекращению огня в Украине. В дальнейшем, может быть, будет подписан договор о мирном договоре с Украиной. В этом контексте Россия нажимает все возможные кнопки для того, чтобы переговоры закончились позже Москвы. Какой роль может играть Турция в этом новом этапе? Во-первых, новый кабинет министров никак не связывает никаких посредничеств. Новая роль в этом конфликте – это государственная политика Турции. Это когда министры меняются, внешняя политика Турции не меняется. Роль посредника между двумя странами – максимально сложная задача, требующая множества усилий. В таких ситуациях необходимо учитывать интересы обеих сторон, находить компромиссы и решения, которые будут приемлемы для всех. Несмотря на это, в Турции не теряют надежды на успех. Страна использует все доступные инструменты для того, чтобы добиться своей цели. Я думаю, что новая стамбулская конференция состоится в ближайшее время под заголоком зерновой сделки. Но на самом деле это будет, наверное, скорее всего, новый мирный план между Украиной и Россией. Вот в последнее время мы наблюдаем о том, что президент России Владимир Владимирович часто рассказывает о том, что в Истамбуле они достигли какой-то договоренности с Украиной, а украинские стороны это не выполнили. Это означает, что они хотят с нуля продолжить этот процесс. Но это хороший признак о том, что Москва в ближайшие к компромиссу. Таким образом, Турция не оставляет попыток продлить зерновую сделку. Ранее в Министерстве национальной обороны Турции процитировали высказывания недавно назначенного министра Яшара Гюлера. Гюлер отметил важность бесперебойной реализации черноморской зерновой инициативы в решении глобального кризиса продовольствия и ее пользы для всего человечества. Глава оборонного ведомства заверил украинскую сторону в том, что Турция и далее будет выдвигать конструктивные инициативы, направленные на продолжение действия гуманитарной черноморской инициативы. Удастся ли Анкаре убедить Москву не отказываться от продления черноморской инициативы, покажет время. Фарид Адилов, CBC. Азербайджан при посредничестве МККК может оказать помощь жителям армянского происхождения, используя дорогу Агдам-Ханкензя. Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на встрече с главой представительства Международного комитета Красного Креста в Азербайджане Драгон и Кожич. Относительно ситуации, сложившейся в связи с деятельностью пограничного пункта пропуска, Лачин министр Джейхун Байрамов отметил, что после его создания были созданы соответствующие условия для прозрачного и безопасного перехода жителей армянского происхождения в обоих направлениях на ежедневной основе. Формирование нормального общения между армянскими жителями и азербайджанскими пограничниками привело к тому, что 15 июня Армения, не сумев переварить этот процесс, обстреляла пункт пропуска, что воспрепятствовало безопасному переходу через пограничный пункт пропуска Лачин. Были обсуждены и вопросы сотрудничества между Азербайджаном и организацией, ситуация вокруг Лачинской дороги, а также вопросы деятельности комитета Красного Креста в азербайджанском городе Ханкензин. Армения хочет говорить о мире в регионе, но не нацелена на его достижения. Об этом в ходе обсуждения на летней сессии ПАСЭ вопроса, связанного с установлением Азербайджана пропускного пункта на Лачинской дороге, заявил глава азербайджанской делегации Саммит Сеидов. По словам парламентария, впервые два народа в регионе так близко подошли к заключению мира. Азербайджанский народ никогда не был против мирных переговоров. Как отметил Саммит Сеидов, ПАСЭ пытаются представить ситуацию искажённо. В адрес Азербайджана выдвигается много обвинений. Я обращаюсь к парламентариям в ПАСЭ. Вы когда-нибудь видели голодающего ребёнка в Карабахе? Вы когда-нибудь слышали, чтобы Красный Крест не мог проникнуть в какую-либо область? Вы этого не видите. Это пропаганда, которую ведёт армянский парламентарий Рубен Рубинян. Саммит Сеидов напомнил также, что докладчик Комитета ПАСЭ по миграции беженцам и перемещенным лицам, спикер Павел Гавань, посещал Азербайджан и располагает достоверные информации о том, что происходило с мирным населением городов Гянджа и Барда в ходе Второй Карабахской войны. Он отметил, что, к сожалению, спикер не указал всего этого в проекте постановления. Азербайджанский народ всегда выступает за мир. Почекнул саммит Сеидов, напомнив также, что выражения «на горный Карабах», упомянутого в проекте резолюции, больше не существует, и его упорное использование в документах ПАСЭ имеет политический подтекст. В военном институте имени Гейдара Алиева Национального университета обороны состоялась торжественная церемония, посвященная выпуску 2023 года. Ректор университета, профессор генерал-лейтенант Гейдар Переев поздравил курсантов, их родителей от имени министра обороны, генерал-полковника Закира Гасанова. Он отметил, что приказом министра обороны курсантам будет присвоено звание лейтенанта. Они будут зачислены в состав офицерского корпуса азербайджанской армии, а также будут поступать в группу офицерских специальностей с целью развития своих знаний и навыков по специальности. Ректор ВОЗа также отметил, что вперед руководству общенационального лидера Гейдара Алиева в Азербайджане была создана прекрасная система образования, поскольку он придавал большое значение подготовке национальных военных кадров. Но в настоящее время вооруженные силы, в том числе и военный институт, окружены вниманием и заботой главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева. От имени всех выпускников 2023 года хочу поблагодарить всех руководителей института, наших командиров, учителей и родителей за помощь и заботу на этом нелегком и почетном пути. Я также поздравляю всех наших товарищей, выпускников и желаю им всего наилучшего в будущей военной карьере. «Моя специальность – система автоматического управления. В связи с развитием технологий я посчитал необходимым обучиться этой профессии. Я обещаю достойно применять свои знания в рядах вооруженных сил Азербайджана». Генерал Гейдар Пиреев подчеркнул, что победа, одержанная в ходе Второй Карабахской войны, показала решимость азербайджанской армии. Он отметил, что сегодня в армии идут очень серьезные реформы. Она перестраивается по примеру ведущих армии мира. Ректор Национального университета обороны выразил надежду, что выпускаемые сегодня курсанты будут применять свои знания в рядах азербайджанской армии. А молодые офицеры, в свою очередь, пообещали, что оправдают оказанное им доверие, будут достойно служить Родине, государству и народу. В ходе мероприятий выпускникам военного училища, отличившимся в обучении дисциплине, были вручены дипломы и ценные подарки. На завершение курсанты прошли их перед трибуной под звуки торжественного военного марша. «Как военный врач я обязан обеспечить здоровье наших солдат, офицеров и сослуживцев, которые сегодня стоят на страже Родины. На этом почетном пути я хотел бы стать специализированным врачом, оказывающим помощь нашим солдатам и гражданам». «Хочу выразить огромную благодарность всем учителям и командирам за четыре года обучения. Я надеюсь, что знания и навыки, которые мы приобрели во время учебы, окажут большую помощь нашей будущей службе». Азербайджан еще больше закрепил славную победу в политической и дипломатической плоскости. Сегодня страна имеет веский голос в регионе. Об этом заявил президент Ильхам Алиф на церемонии вручения боевого знамени одной из воинских частей команды с Министерства обороны. Глава государства заявил о повышении воеспособности азербайджанской армии, и рассказал о дальнейшем совершенствовании силовых структур. Но о важных мессенджах главы государства мы поговорим с нашим гостем Айденом Мирзазаде, депутатом парламента Азербайджана. Здравствуйте. Добрый день. Очень рады вас видеть. Начнем с такого мессенджа главы государства. К каждую провокацию последует достойный ответ. Именно так он озвучил такой четкий месседж всем недоброжелателям. Мы знаем, что после Второй Карабахской войны в стране, конечно, предпринимаются дополнительные шаги по строительству армии. Вот есть, конечно, такая важная необходимость. Вот я хочу спросить, насколько сегодня, вот при всей этой нынешней геополитической ситуации в мире, насколько это все-таки важно? Война между Азербайджаном и Арменией закончилась. Но, к сожалению, постконфликтный период тревожит многими событиями. Во-первых, Армения, хотя подписал акт капутиляции, но очень сильны настроения реваншизма, как в оппозиционных кругах, так и в правительственных кругах. Армения до сих пор не признает территориальной целостности с Азербайджана на официальном уровне. Нет документов, подтверждающих позицию Армению. И, кроме того, неоднократно со стороны определенных кругов Армении поступали угрозы в адрес Азербайджана, в адрес его территориальной целостности, в адрес его мирных поселений, которые построены за последние годы. И Азербайджан вынужден держать свою обороноспособность на высоком уровне. Надо иметь в виду, что техника и вооружение все время совершенствуются. Время от времени надо заполнять арсеналы новыми вооружениями, надо держать армию боеготовности и так далее. И поэтому господин президент всегда держит вопрос в центре внимания. Вчера, выступая перед военнослужащими новой военной части команду, он заявил, что перед Азербайджаном стоят две важные направления развития. Это первое, восстановление, значит, освобожденных от армянской оккупации земель, а второе, значит, укрепление обороноспособности страны. Он также заявил, что в регионе неспокойно, поэтому Азербайджан должен быть готов к любым провокациям, в том числе и военным. К сожалению, время от времени мы слышим и узнаем о том, что армянские вооруженные силы, значит, нападают на наши позиции, нарушают границы и так далее. В последнее время это вообще усиливается каждый день? И, к сожалению, бывают и потери. Мы имеем новые шахиды в этих военно-провокациях, поэтому Азербайджан должен быть всегда готов отвечать на военные провокации. И господин президент, главнокомандующий страны, заявил, что Азербайджан готов дать достойно ответ любой провокации. И думаю, что этот миссаж должен услышать в Армении и в тех международных кругах, которые поддерживают позицию Армении в отношении Азербайджана. Опять же, мы видим эту двойственную риторику со стороны Армении. Непонятно, вот она готова все-таки к подписанию мирного соглашения, или же, наоборот, пытается через каких-то третьих лиц создать какой-то свой непонятный план. Как вы думаете? Знаете, в армянском обществе столетиями создавалась позиция, что все, что есть в регионах, это принадлежит армянам. История, и культура, исторические памятники, эти земли. И за короткое время вывести эти мысли из армянского сознания, думаю, что вряд ли правоподобно. Но, с другой стороны, армянское общество должно уже привыкнуть к реалиям. К реалиям, что Азербайджан стал хозяином своих земель. Азербайджан никогда не согласится отдать Армении ни кусок своей земли. И также они получат отпор любой провокации, которую они будут совершать в отношении Азербайджана. И порой им кажется, что в 90-е годы так или иначе вернется, какая-то волшебная сила снова вернет им Шушу, Агдам и другие ранее оккупированные территории. Но это вряд ли получится. Азербайджан уже не та страна, которая была 30 лет тому назад. Азербайджан знает свои права. Эти 30 лет стали годами развития страны по всем отраслям жизни, в частности, военно-строительства, экономики, укрепления позиций Азербайджана в мировом сообществе и так далее. Одним словом, армянское общество должно открыть глаза и понять, что они находятся в 2023 году. И они должны принимать ту реальность, что Азербайджан свои сверленные права будет защитить любыми путями, которые позволяет международное право. И самое главное, что сегодня в нашей армии идут очень значительные и крупные, серьезные реформы. Она, походу, об этом не задумывается. И все это, естественно, и вот эти серьезные реформы, они перестраиваются, по примеру, ведущих армии мира. Вот здесь я хотела бы отметить как раз-таки и армию Турции, потому что мы идем в соответствии со стандартами нашей братской страны. Вот как вы считаете, все-таки какое преимущество вот это дает нашим вооруженным силам? Названные вами факторы, есть припущество нашей армии. И Азербайджан использует это преимущество не для каких-то агрессивных планов для других стран. У нас только одна цель – защитить наши земли. И на это, значит, тратится часть нашей бюджета, на это тратится наша энергия. И самое главное, народ поддерживает в этом вопросе чаяния правительства. Господин президент, выступая вчера на открытие нового военной части, он, во-первых, затронул и некоторые события прошлого, и раскрыл планы страны на будущее. И стало ясно, что Азербайджан серьезно занимается вопросами военного строительства. Для этого есть у него возможности, для этого и есть у него серьезные планы. Уже даже сегодняшний уровень военной подготовки нашей вооруженных сил значительно выше, которое было три года назад. Мы покупаем самое современное оружие. Было заявлено, что Азербайджан приобрел подписанный контракт, перечисленные средства и поступает в арсенал азербайджанского вооруженных сил, значит, беспилотные летательные аппараты, ракеты дальнего удара и так далее. И кроме того, идут серьезные реформы вооруженных силах страны. Создаются силы специального назначения, создаются части команды и так далее. Одним словом, те новшества, которые дают Азербайджану преимущество в военном отношении, Азербайджаном принимаются и будут приниматься и дальше. И все должны знать, что все эти наши чаяния, все наши шаги нацелены только на одно – защита нашей территориальной целости. И Армения предлагает заключить как можно скорее мирный договор. Это отвечает интересам больше Армении, чем Азербайджану. Господин президент неоднократно заявлял, что мы предлагаем Армении признать территориально целостность друг друга, не вмешиваться в наши внутренние дела. Требуем, что Армения вывел свои вооруженные силы с территории Азербайджана. То же самое мы признаем территориально целостность Армении, признаем их границы. Мы требуем, чтобы Армения ускорила выполнение тех обязательных, которые он взял на основе трехсторонного заявления три года назад по открытии Зангизовского коридора между этой частью Азербайджана и Нахачеванским регионом. Азербайджан в этом направлении делает очень много. И это, во-первых, делается открыто, это делается на основе международного права и ни в коем случае не ушимляет какие-то права или суверенитет Армении. Но, к сожалению, Армения, хотя иногда заявляет о признании территориально целостности Азербайджана, но нет конкретики, Армении не торопится подписать мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Но, как говорил наш президент, если Армения этого не хочет, мы можем пожить и без этого мирного договора очень-очень долго. Спасибо вам большое. Напомню, что о ситуации в регионе, о повышении боеспособности Азербайджанской армии, мы говорили с нашим гостем, Айдыном Мирзазаде, депутатом парламента Азербайджана. В рамках поездки в Лачин представители дипкорпуса посетили село Забух. Они были проинформированы о том, что за 30 лет оккупации село было полностью уничтожено. Было отмечено, что сейчас в селе идут большие восстановительные работы. Ну а ранее иностранные дипломаты посетили мост, где расположен пограничный пропускной пункт между Арменией и Азербайджаном. Мы ознакомились с площадью флага в городе, а также с агропромышленным парком в Лачине. В нынешней геополитической ситуации возрастает роль коридора между Каспийским и Черным морем. В таких условиях обеспечение безопасности транспортных и энергетических маршрутов существенно возрастает, чему служит трехсторонний формат сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия. Формат трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция-Грузия успешно работает в направлении усиления региональной безопасности. Азербайджан активно наращивает сотрудничество с обеими странами в оборонной сфере. На прошлой неделе парламент Грузии большинством голосов поддержал представленное на ратификацию соглашение о сотрудничестве между правительством Грузии и Азербайджана в сфере обороны. Документ предусматривает сотрудничество в сферах военного образования, медицины и законодательства, кибербезопасности и логистики. Учитывая наши дружеские отношения с грузинской стороной, так же, как и в их всех сферах, две армии двух республик постоянно сотрудничают, обмениваются опытом, проводят совместные учения. Поэтому я должен сказать, что как в подготовке кадров, так и в военно-техническом плане графика взаимоотношений с грузинской армией постоянно растет. Учащаются встречи между руководствами военного ведомства. В условиях, когда Иран и Россия находятся под санкциями, весь сухопутный путь из Европы в Центральную Азию и обратно сузился до коридора между Черным и Каспийским морями, подчеркивает грузинский политический аналитик, автор YouTube-канала «Новости с Кавказа» Гела Васадзе. По его мнению, сейчас особенно важно обеспечить безопасность маршрутов, имеющих ключевое значение для большого количества стран, включая Европу. Я думаю, что у наших там есть все основания и все возможности контролировать свой регион самостоятельно. Что касается Турции, Турция, во-первых, является важнейшим стратегическим партнером Грузии. Во-вторых, или это, во-первых, в общем, тут не по значимости, является союзником, военно-политическим союзником Азербайджана. Поэтому и самое главное, Турция является сухопутным выходом на Европу и в Средиземном море, соответственно, на Африку тоже. Грузинские порты – это выход на Центральную и Северную Европу. В условиях угроз, которые исходят от Ирана и реваншистских сил в Армении, необходимо скоординированные действия со стороны союзников – Азербайджана, Грузии и Турции. Армения, к слову, остается вне важных инфраструктурных проектов. Но, по мнению политологов, подписание мира с Азербайджаном сделает регион еще более привлекательным. Главная проблема – сейчас включить Армению в наш регион. Если мы включаем Армению, то таким образом мы, во-первых, обеспечиваем мир и стабильность в регионе, что, конечно же, очень хорошо, очень хороший будет сигнал для инвесторов, которые готовы вкладываться в такой перспективный регион. Это первое. Второе – мы исключаем действительно возможность провокации. И третье – что самое главное – мы фактически создаем гораздо большие возможности, потому что, понятно, да, через Грузию в Турцию, через порты Грузии в Европу это очень хорошо, ну и обратно, соответственно. Но, если к этому подключается Армения, это еще кроме этого четыре выхода на Турцию, потенциальных четыре выхода на Турцию, что, конечно же, делает наш регион крайне привлекательным для любых логистических перевозок. Поэтому сейчас так важен мирный договор между Арменией и Азербайджаном. В сегодняшних условиях обеспечению безопасной эксплуатации важных экономических проектов в регионе служит учение Этернити. Они на протяжении многих лет позволяют совместно бороться с террористическими угрозами, возникающими в отношении проектов международного значения и устранять их скоординированным образом. В центре внимания в том числе находятся проекты, обеспечивающие энергетическую безопасность европейских стран. Периодически мы проводим совместные учения по обеспечению безопасности этих энергетических коридоров Азербайджан, Грузия, Турция. Учитывая те условия изменения в плане как бы угрозы безопасности и развития терроризма в этом регионе, возможные риски, которые растут, благодаря Армении и в том числе их, будем говорить так, другим силам, которые не хотят, вернее, хотят дестабилизировать обстановку в этом регионе. Поэтому, учитывая все эти риски, военное сотрудничество Азербайджан, Турция, Грузия всегда должна находиться в рабочем состоянии. В рамках учений с компьютерной поддержкой Этернити, военнослужащие Азербайджана, Грузии и Турции выполняют задачи по организации охраны стратегически важных региональных экономических проектов. Основной целью международных учений является укрепление сотрудничества и обеспечение взаимодействия между вооруженными силами трех стран. Последняя отработка действий была проведена в Баку в июне текущего года. Ожидается, что такие учения будут проводиться ежегодно до тех пор, пока в регионе не будет обеспечена полная стабильность и безопасность. Казахстан, Грузия и Азербайджан создадут совместную логистическую компанию, которая станет единым оператором на транскаспийском международном транспортном маршруте. Об этом заявили главы правительств Казахстана и Грузии по итогам переговоров в Тбилиси. Компания будет заниматься вопросами тарифной политики, обработкой грузов и упрощением транспортных процессов по среднему коридору. Ожидается, что в результате ее деятельности срок прохождения товаров из Китая в Европу и обратно по маршруту будет сокращен до 10-15 дней. Для достижения этого результата подписано трехстороннее соглашение о базовых принципах создания и деятельности совместного предприятия между казахстанской и грузинской железными дорогами. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил после встречи с Ираклем Гарибашвили, что сторонами проекта принята и успешно реализуется совместная дорожная карта по синхронному устранению узких мест и развитию коридора на 2022-2027 годы. Он также подчеркнул, что Астана нацелена на расширение сотрудничества с Грузией по развитию маршрутов в Каспийском Черноморском бассейне. Большое значение в этом вопросе приобретает осуществление грузовых перевозок с использованием возможностей казахстанских морских портов, добавил Смаилов. В прошлом году по данному направлению перевалка грузов увеличилась в два раза, перевозка контейнеров увеличилась на 30%. Сегодня сохраняется положительная динамика. Мы заинтересованы в том, чтобы в среднесрочном периоде довести объем грузоперевозок по данному направлению до 10 миллионов тонн. Между тем, премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили отметил, что это соглашение позволит сделать транспортный коридор еще более привлекательным для стран Центральной Азии, Китая и других заинтересованных сторон. У нас есть конкретная дорожная карта, которую мы согласовали. Это план до 2027 года. Мы точно знаем, что необходимо сделать Грузии, что будет сделано Азербайджаном и Казахстаном. Сейчас мы вкладываем значительные инвестиции в модернизацию железной дороги. У нас также запланированы другие значительные проекты в этом направлении. В частности, мы работаем над строительством нового порта. Во Франции усиливается дискриминация в отношении мусульман. Под предлогом борьбы с терроризмом правительство Макрона принимает все новые законы, ограничивающие свободу вероисповедания. В стране закрываются мечети и создаются препятствия для деятельности мусульманских общин. МНЛ Макрон превратился в главного врага миллионов приверженцев ислама по всему миру. Ненавистническая риторика президента Франции закрепила за ним репутацию ярого исламофоба. Проживающие в этой стране мусульмане все чаще жалуются на притеснения со стороны правительства. Под предлогом борьбы с терроризмом во Франции закрываются и без того немногочисленные мусульманские организации. Международные правозащитники бьют тревогу. Исламофобия подобно раковые опухоли распространяется по всей Европе. Во Франции таких случаев с каждым днем становится все больше и больше. Правительство Макрона пытается еще больше настроить население против мусульман, акцентируя внимание на так называемом исламском экстремизме. Бурю негодования вызвали и ограничения, которые ввел президент Франции в отношении исламских организаций. Многие во Франции сегодня вынуждены бороться с исламофобией. Дело дошло до того, что в учебных заведениях унижением стали подвергаться даже те, кто внешне напоминает мусульман. Школьные власти заставляют девочек снимать хиджаб на входе в учебные заведения. Возникает вопрос, где же защита прав человека? К чему все это приведет? Как всем известно, у Франции наблюдаются проблемы не только с мусульманами. На протяжении всей своей истории эта страна сеет вражду во многих частях мира. К примеру, ряд африканских государств, где Франция запомнилась своими попытками вооруженного вмешательства и военными преступлениями против различных народов. Под особым прицелом находятся именно мусульмане. Во Франции проживает более пяти миллионов мусульман. Это около девяти процентов населения страны. Но в то же время именно там мусульмане чаще всего сталкиваются с притеснениями. Процесс ассимиляции мусульман проходит очень тяжело. Правительству Макрону уже удалось легализовать политику исламофобии в стране. В законодательстве Франции нашли отражение расовой дискриминации, ксенофобия и явные нарушения основных прав человека. Ограничивается свобода вероисповедания. Только с 2020 года во Франции закрыто свыше 80 мечетей и около 650 мест паломничества. Обратите внимание, что в политике Франции мусульмане вообще не представлены. Нет мусульман и в парламенте страны. Руководство Франции в последние годы официально превратило исламофобию в государственную политику. По инициативе Макрона создаются серьезные препятствия для деятельности мусульман. Даже без какого-либо судебного решения мусульманские организации закрывают. Тысячи людей покидают страну по этой причине. Исламофобию во Франции осуждают и мировые лидеры. Многие мусульманские страны предлагают бойкотировать французские товары. К примеру, президент Турции Реджеп Тейбер Дуган неоднократно советовал Макрону подумать над своим поведением и отказаться от своих замашек колонизатора. Но французский лидер, сути по всему, намеренный дальше продолжать свою деструктивную политику, даже ценой разногласий со всем мусульманским мира. Накануне премьер-министр Индии Наренда Моди завершил свой первый визит в Соединенные Штаты. О важности этой поездки расскажет мой коллега, политический обозреватель Сибиси, Руслан Сулейманов. Руслан, добрый вечер. Что известно о данной повестке? Действительно, господин Моди совершил свой первый полноценный государственный визит в Америку. Это была его шестая поездка в качестве премьер-министра Индии. В четверг Моди выступил в Вашингтоне перед Конгрессом. В Белом доме в его честь Байден и первая леди дали торжественный обед. Данный визит имел большое значение для американо-индийских отношений, стремится укрепить ведомую американцами западную коалицию против России и против экономического влияния Китая. Среди прочего, этот визит стал важным дипломатическим подарком для господина Моди, которому в свое время было даже отказано в визе в Соединенные Штаты за его участие в религиозных беспорядках в его родном штате. Сейчас политик все больше консолидирует власть вокруг себя и приближает Индию к однопартийной системе, что также вызывает нервную реакцию у Вашингтона. Так или иначе, администрация Байдена старательно стремится приблизить к себе Индию в экономическом и военном отношении. Так, объявляя о государственном визите Моди, пресс-секретарь Белого дома сказал, что это событие будет посвящено теплым узам семьи и дружбы, которые связывают вместе американцев и индийцев. Как и его предшественники, Байден надеялся, что Индия, самая густонаселенная демократия на планете и пятая по величине экономика мира, станет противовесом растущему глобальному экономическому влиянию Китая. Министр финансов Джанет Йеллен в прошлом году посетила Индию в рамках усилий Вашингтонской администрации по сдерживанию Нью-Дели от участия в глобальных цепочках поставок, которые выгодны политическим и экономическим противникам США. Необходимость в улучшении отношений между Вашингтоном и Нью-Дели усилилась в связи с войной в Украине, по сути, геополитическим кризисом, который поставил Индию в центр борьбы между Соединенными Штатами и их союзниками и президентом России Владимиром Путиным. Индия, укрепляя связи с США, поддерживает военные и экономические отношения с Россией, покупая российскую нефть со скидкой и воздерживаясь от поддержки резолюций ООН, которые осуждают действия Москвы на украинской территории. Кроме того, Соединенные Штаты хотят помочь Индии укрепить свою внутреннюю оборонную промышленность и расширить военное сотрудничество между двумя странами в попытке избавить Индию от ее давней зависимости от России в плане вооружения. Так, министр обороны США Ллойд Остин и советник по национальной безопасности Джейк Селливан посетили индийскую столицу в этом месяце перед государственным визитом МОДИ, чтобы заложить основу для более тесного партнерства в области обороны. Как подчеркивают эксперты, значительная часть индийского арсенала имеет российское происхождение, что является результатом многолетних отношений в сфере обороны между двумя странами, в то время как Соединенные Штаты поставляли современные вооружения сопернику Индии Пакистану. Хотя доля российского оружия в индийском оборонном импорте в последние годы снизилась, страна по-прежнему сильно зависит от России в плане запчастей и технического обслуживания. Параллельно с этим одним из вопросов, который осложняет американско-индийские отношения, остается демократия. Так, на этой неделе более 70 законодателей демократов призвали Байдена поднять вопрос о защите демократических ценностей и прав человека в Индии, сославшись на цитата «тревожные признаки, свидетельствующие о сужении политического пространства, росте религиозной нетерпимости, преследовании организаций гражданского общества и журналистов, а также указав на растущие ограничения на свободу прессы и доступ в интернет». По мнению законодателей, при моде Индия стала особенно опасной для более чем 200 миллионов религиозных меньшинств, поскольку правые сторонники премьера «разжигают религиозную нетерпимость с целью навязать господство индуизма в Индии». Именно это в частности привело к перманентному напряжению на земле, особенно для индийских мусульман. Одно же из тем, которое сближает позиции Вашингтона и Нью-Дели, является борьба с терроризмом. Так, в совместном заявлении Байдена и Моди лидеры государств решительно осудили трансграничный терроризм, использование террористических посредников, а также призвали Пакистан принять немедленные меры для обеспечения того, чтобы ни одна территория под его контролем не использовать для совершения террористических атак. Очевидно, руководители США и Индии имели в виду в этой связи территорию Афганистана, которая теперь находится под властью талибов с августа 2021 года после спешного ухода американских войск. В свою очередь Министерство иностранных дел Пакистана раскритиковало совместные заявления президента США и премьер-министра Индии, подчеркнув, что упоминание республики в связи с террористической угрозой является необоснованным. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что отношения США и Индии сегодня носят скорее прагматичный характер, где каждая из сторон преследует свои, как принято говорить, шкурные интересы. Оживит ли американо-индийской взаимодействия в поездском моде пока сказать трудно, но однозначно двум странам в настоящий момент крайне тяжело обходиться друг без друга. Телли, вам слово. Спасибо большое. Я напомню, что об американо-индийских отношениях рассказал мой коллега политический обозреватель Сибиси Руслан Сулейманов. Мы продолжаем. Посольство Соединенных Штатов Америки в Азербайджане организовало накануне в Баку мероприятие по случаю годовщины провозглашения независимости США. Тема вечера, на который были приглашены официальные лица депутата парламента Азербайджана, послы и зарубежных стран, представителям международных организаций СМИ стало дорожное путешествие по США. Гостей знакомили с культурой, кухней и традициями четырех знаковых городов Соединенных Штатов Нью-Йорка, Лас-Вегаса, Нового Орляна и Сан-Франциско. Временно и поверенный в делах посольства Соединенных Штатов Америки в Азербайджане и министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, выступивший на мероприятии, подчеркнули, что его организация является подтверждением тесного и разностороннего сотрудничества между Вашингтоном и Баку. Когда наша страна провозгласила независимость 247 лет назад, мало кто мог представить, что 13 небольших штатов в отдаленном уголке мира станут друзьями и партнерами стран по всему миру. На этом мероприятии вы можете совершить дорожные путешествия по США. По ходу того, как продвигаются двусторонние отношения между нашими странами, мы видим отражение разнообразия Азербайджана. США и Азербайджан стали партнерами во многих сферах. В прошлом году Азербайджан и США отмечали 30-летие со дня установления дипломатических отношений. Эти 30 лет отношений между странами основывались на взаимных интересах и равных правах. Мы верим, что Соединенные Штаты Америки разделяют и будут поддерживать усилия Азербайджана, направленные на установление долгосрочного мира и безопасности в регионе Южного Кавказа, реконструкцию и реинтеграцию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в экономику страны, а также обеспечение великого возвращения на наши исторические земли. К этому часу у нас пока все. До встречи в вечернем выпуске. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин